Вместо вышедшей на пенсию Асми Кышханны Газарян, в дверях пристала молодая, голубоглазая докторша. Где больной? Больной? А вот он, то есть я. Вы? Ну, раз вы такой галантный, то могли бы сами прийти на приём. Ну, согласитесь, я же не знал, что вместо Асми Кышхановны... Асми Кышхановна вышла на пенсию. Я ваш новый участковый врач. Так что смиритесь с этой мыслью, больше не болейте. Напротив, я теперь буду болеть регулярно. А с сердцем что? А что с сердцем? Это я вас спрошу, что у вас с сердцем? Я бы сам хотел знать. Да плюнь ты на неё, Ванечка, не стоит она твоего чувства! Ваня, ты убеди себя сейчас в другом, Ванечка! Господи, ты пользуешься авторитетным у ребят, Ваня! Поверь мне, это самое главное! Ты, ты... Ну, говорите, говорите, а? Вы другого любите, беденники! А я вижу по вашим глазам, вы страдаете! Беденки, беденки, а вы очень страдаете, а? Это пытка, Клеопатка Ивановна, сами знаете, что я ничего не посмею скрыть от вас! Ну, кого вы любите? Бормоз, жаритесь! И но стоит ли она вас? Может, для нас и нет вашу страсть? Ваша пылка из сердца? Что же вы со мной делаете? Смелее! Смелее! Это ведь я не смею! Смелее! Я влюблю ее! Да! Класс! О-о-о-о! А почему ты не уезжаешь? Я был там же, где ты, мамаша. Нет, Сань, тебе нет, все, не надо одеться. Тебе тоже, Сань, надо одеться. Стоит безвыходный, нам надо остаться. Сань, ну ты не бросишь к меня? Мало ли кому не обратиться, кроме Бога, которого не застучат. Ладно, все, не будем ссориться, потому что мы встретились, но мы не предполагаем, что не бросить встречи. За что я так себя унизила перед ними, да не ты ли, князь? Сам уверял меня, что пойдешь за мной и никогда меня не покинешь, что ты меня любишь и все, мне прощаешь, что ты меня уважаешь. Ты ей это говорил. Я, чтобы только тебя освободить, от тебя обихала. А сейчас не хочу. За что она со мной как в беспутный поступила? Сейчас, когда она опозорила меня в твоих же глазах, и ты бросишь меня, а ее подручку с тобой все же пусть и просят за то, что я в тебя одного померила. Уйтира, Боже, что-то стоит. Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя в милицию в тюрьму. Уступай, мне его не надо. Бубли, 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 мы были в опере, это было... Что, Боже, у нас с вами рядом оказались места в опере и в антракте. Вместо того, чтобы прогуливаться в фойе, мы с вами остались на своих местах, разговорились. А в тот день в театре было полно народу. Депутаты, сенаторы, министры, на нас с вами смотрели с любопытством и с интересом. Они-то, наверное, думали, что у нас с вами какие-то отношения, так? Да? Вот. И вот тогда вы тоже подумали. Правильно я говорю? Это талант. Да ты вообще знаешь, ты вообще знаешь, что значит талант. Это... Это смелость. Это свободная голова. Сурокий оттва. Вот он же посадит деревцу. Да. А уже думает. А что будет от этого через тысячи лет, уже мерещится ему счастье человеческое, счастье любилетки. Ты знаешь, их надо любить. Значит, там не Сюзанна. Нет, там не Сюзанна. Открой. Знаете, уж человек, который там сидит, ну уж совсем вам не опасен. Слушайте, мы тут такую шутку придумали для сегодняшнего вечера. И он и я, мы передалеки от мыслей... И он и я! И он и я, передалеки от мыслей... Значит, там... Да мне мужчина. Нет, нет. Какой мужчина, что вы? Это мальчик. Маленький, маленький, мальчик. Маленький. Маленький, мальчик. Это маленький Керубина. Он хотел переодеться... Тебе доставляет удовольствие говорить мне неприятности. Вот я уважаю этого человека, прошу при меня не говорить о нем двором. А я не уважаю его. Прости, ты хочешь, чтобы я тоже считал его гением, но я лгать не умею. От его произведения мне прийти. Да? Это зависть, да. Это, знаешь, в этим неталантливым у нас претензии, и ничего другого не остается, как порицать настоящие таланты. Это надо сказать, да. Вы что, утешение, да? Настоящие таланты. Да я талантливый вообще, коль на то пошло. Вы уже тенеры, вы захватили первенство в искусстве, считаете законным и настоящим только то, что делаете вы сами. Все остальное вы гнетете и душите. Но я не признаю, не признаю я вас. Ни тебя, ни его. Ты вообще дикадент. Отправляйся сейчас в милый театр, играй там в жалких и бездарных пьесах. Я никогда в таких пьесах не играла.